На площади перед кинотеатром в этот день царило небывалое оживление, звучала музыка. Школьники с флажками в руках устроили флешмоб, выстроили число 900, ровно столько, сколько длилась блокада. 900 дней без еды, без средств продержать блокаду – это очень огромное мужество и стойкость. Они пример мужества и патриотизма для нас. Они также могут очень многого поведать нам о том времени, и чтобы мы этих ошибок впредь не совершали в будущем. Затем в актовом зале для ветеранов выступили творческие коллективы района. Главных героев торжества наградили памятными медалями. Очевидцы тех страшных дней поделились воспоминаниями. 8 сентября 1941 года Ленинград оказался во Вражеском кольце. После взятия города немцы планировали идти на Москву. Но блицкрик не удался, и Северную Пальмиру решили сравнять с землей, уничтожив все население. За время блокады в городе погибло гражданского населения около полтора миллиона человек. Когда перед войной в городе находилось 3 миллиона 200 тысяч человек людей, то на конец блокады там оказалось всего 560 тысяч. С каждым днем становится все меньше ветеранов, очевидцев тех страшных событий. Сегодня в Лазаревском районе Сочи проживают 15 ветеранов, перенесших все тяготы и лишения блокады. А всего 3 года назад их было на порядок больше – 35 человек. У нас с каждым днем становится все меньше и меньше наших ветеранов. От вас зависит мощь нашей России, потому что, наверное, от вашего вклада, от вашего сознания, от вашего мировоззрения будет жить наша Россия, будет процветать и вам творить будущее нашей России. Сейчас в районе идет большая работа по подготовке к 70-летию Великой Победы. Регулярно общественные группы посещают дома героев войны, узнают об их потребностях. Выявляем лиц, которые нуждаются в социальной помощи, особенно выявляем лиц, которые неходячие, стараемся посетить их на дому. В настоящее время большую проводим работу по выявлению нуждающихся в ремонте квартиры или, допустим, кому-то помочь скопать огород. В Лазаревском районе Сочи сейчас проживают около 1700 ветеранов. Каждый из них – особая гордость нашего города. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».